Шойгу и робот Алёша на форуме 2023. Кто из них умнее? Зачем Лукашенко подбитый Рогозин? И о каких общих идеях они говорили? Я знаю вас как человека деятельного, человека немогущего где-то там в стороне быть от главных событий не только в регионе, но и в мире. Откровенно говоря, готов способствовать тому, чтобы ваши опыты и знания пригодились во благо нашим общим идеям, которые мы вместе с вами разделяем, и при том давно. И какую новую провокацию готовит Россия на АЭС? Об этом не только. Поговорим сегодня с нашим гостем Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ СРСР и службы внешней разведки РФ. Сергей Олегович, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Привет всем нашим зрителям. Предлагаю начать с последнего. Россия готовит провокацию на Курской АЭС. Идёт подготовка к эвакуации местного населения из зоны вероятного радиоактивного загрязнения. Эвакуировать планируют от 21 до 57 тысяч человек, что составляет всего 5% населения области. И, как говорят в центре национального спротову, будут спасать только избранных. Провокация необходима россиянам, чтобы отвлечь мир от захвата АЭС и обвинить Украину в атаках на атомные станции. Возможен ли такой сценарий? Ну, это уже не первый раз такой сценарий проговаривается. Потенциально с Российской Федерацией возможен любой сценарий. Потому что мы знаем, что Российская Федерация в первые дни войны захватила сразу две АЭС на территории Украины. Чернобыльскую и Запорожскую. Значит, на Чернобыльской. К счастью для вас и счастью для всего мира. Они совершили просто идиотский совершенно поступок. Потому что они стали там откапывать окопы, полнопрофильные окопы в Рыжем лесу. И, судя по всему, все те, кто этим занимался сейчас, уже умерли от лучевой болезни. Ну, и таким образом, когда они почувствовали недуг, когда их стало рвать, у них стали образовываться какие-то симптомы лучевой болезни, они быстренько с ворованной техникой с Чернобыльской АЭС ретировались. Но на ЗАЭС они остаются. Значит, там регулярно организовывались какие-то провокации. Но поскольку к Запорожской АЭС приковано внимание мировой общественности и МАГАТЭ, то здесь, скорее всего, у них все-таки сейчас ограничены какие-то возможности. Они вынуждены были даже допустить, судя по всему, международных инспекторов на крышу 4-го и 6-го блоков Запорожской АЭС, чтобы показать, что у них там размещалось. И поэтому история с Курской АЭС – это история давнишняя, потому что это атомная станция, которая находится на территории Российской Федерации. И вот украинская сторона уже несколько раз говорила о том, что Россия вполне может организовать какую-то провокацию, свалить ее на Украину, свалить ее на атаки украинские. И таким образом спровоцировать какой-то даже ядерный инцидент на Курской АЭС. И чтобы использовать затем это в пропагандистской войне против Украины. Ну и, кстати, сегодня министр обороны России Шойгу, он тоже вспомнил ЗАЭС и говорит о том, что якобы ситуация вокруг ЗАЭС складывается тревожная, действия в ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу. Ну то есть он даже акцентирует на этом внимание. Да, ну это, в общем, еще более опасное заявление, потому что мы знаем, что российская сторона, когда она что-нибудь проговаривает, и особенно когда она проговаривает это в отношении украинской стороны, это, как правило, она сама готовится к организации теракта. Тем более, что на временно оккупированных территориях украинских по российскому порядку премьер-министр Мишустин разрешил вообще не проводить никакие меры безопасности, отменил его уголовную ответственность и юридическую ответственность всех технических служб и всех управленческих служб опасных объектов за возможные либо теракты, либо техногенные катастрофы. И таким образом, конечно, дорожка к этому проложена. И когда Шойгу это проговаривает напрямую, то это очень серьезное предупреждение и Украине, и международному сообществу. По поводу форума «Армия-2023». Он стартовал 14 августа, и Путин в этом году побоялся публично и лично приехать туда. Он записал видео, что интересно с субтитрами на английском вражеском языке, сообщают российские телеграм-каналы. Ну и что сказал Путин? Он сказал, что Россия открыта к сотрудничеству с независимыми странами. Ну и Шойгу также отметил, что приезд зарубежных делегаций на форум является наилучшим ответом на санкции. И правда, некоторые иностранные страны все же сформировали свои стенды с военной продукцией, и таких стран оказалось вроде как шесть. Это Беларусь, Вьетнам, Индия, Иран, Китай и Пакистан. Ваша оценка происходящему. Что, возможно, вы отметили интересного для себя и на что обратили внимание? Да, это интересное событие, потому что это регулярно происходящий форум. Это уже несколько лет подряд организуется в Кубинке. Там большие павильоны, большие выставочные комплексы. Вы уже отметили, что Путин в этом году не приехал физически. В прошлом году он выступал физически на этом форуме. В этом году он не решился туда приехать физически. И я обратил внимание, что он записал очень коротенькое обращение к участникам форума. Он в нём выглядел физически очень хуже, гораздо, чем мы его видели в последнее время. Он выглядел на нём постаревшим человеком, впившимся буквально руками в стол, перед которым он сидел, и плохо говорившим, явно читающим текст на суфлёре, который бежал у него перед камерами, перед глазами. То есть в этом смысле, конечно, с моей точки зрения, в качестве, скажем так, если расценивать это с точки зрения пиара, это, в общем, провальная была вещь уже для Путина. И самое главное, что он туда не приехал. И, соответственно, мы можем задуматься над тем, почему он не приехал. Либо у него плохое здоровье, либо он боится просто появиться в том месте, где много людей и военной техники, где, соответственно, очень тяжело обеспечить его безопасность, потому что, так сказать, в этих местах может затесаться какой-то снайпер. Плюс это находится в Московской области. А мы знаем, что в Московскую область дроны украинские в последнее время летали довольно часто. И то есть в этом смысле, конечно, Путин ещё раз заказал, что он является мелким диктатором, ну даже не диктатором, а просто мелким человеком, который выдаёт себя за руководителя великой державы. И на самом деле он большой трус. И вот это видно сразу из этого выступления. Дальше. Сам форум по себе. Вы знаете, строго говоря, ну вот они сказали, да, там военные делегации показывают большой портер, где действительно сидят там увешанные люди, увешанные орденами, медалями в военной форме разных стран. И тут надо пояснить, что, конечно, любой форум военный в мире, вообще любой форум такого уровня, он всегда привлекает к себе внимание всех военных разведок, всех стран мира, у которых есть военная разведка. То есть наличие каких-то делегаций на таких форумах, это никогда не является доказательством того, что этот форум значим в каком-то большем, имеет какое-то большее значение, чем присутствие военных разведчиков, шпионов, для того, чтобы посмотреть, на каком уровне страны находятся в военной промышленности, в развитии вооружения и так далее. То есть для Российской Федерации, кстати, половина из присутствующих военных делегаций это просто военные атташе, которые аккредитованы при посольствах своих стран в Москве и которые просто взяли свой персонал, надели свои ордена и свою военную форму и пришли посмотреть, отчего там у Российской Федерации еще существует. Так что это, в общем, такие военные формы, это, как правило, возможность для шпионов просто проконтролировать, что происходит на военном рынке в Российской Федерации. Ну и вот у тех стран, которые были представлены, которых вы назвали, со своими стендами. А также, кстати, на таких форумах пытаются все шпионы завербовать какую-то агентуру, наладить какие-то связи, потенциальных найти агентов, которые будут там рассказывать секреты. И это в этом смысле, конечно, очень опасное для Российской Федерации на самом деле мероприятие, потому что таким образом там может произойти утечка военной тайны и военной информации. Ну и плюс, самое главное, что надо сказать, что обычно такие форумы, ровно как и маневры какие-то военные, ровно как и парады, они всегда устраиваются в стране в мирное время. Страна, которая находится в состоянии войны, абсолютно мероприятие устраивать форум, потому что мы все знаем, что вот Россия, значит, надула щеки и выставила туда каких-то роботов, какие-то супероружия, но мы все знаем, что этого оружия нет на поле боя. И когда страна устраивает форум с оружием, которого нет на поле боя, вот этих всяких танков «Армата», о которых они говорили, где их увидели в Украине, нет их в Украине, вот этот робот, где его увидели? В Луганске или в Донецке, или в Запорожье на фронте, нет никакого робота на фронте. И даже Шойгу не выдержал разговора. У меня, вы знаете, когда вы показывали эти кадры, они так смешно выглядели. Это вот как в старых советских фильмах 70-х годов, когда этих роботов, это просто были переодетые актеры. И у меня такое впечатление, что вот там переодетый солдат просто или какой-то там капитан или лейтенант, значит, таким машинным голосом разговаривал с Шойгу, а Шойгу ему показывает, давай, пойдём со мной вместе, типа пройдёмся. А этот робот не реагирует, потому что у него просто заложен какой-то дубовый механизм отработки прочитанных фраз. И Шойгу махает рукой, говорит, ну ладно, бог с тобой, оставайся, я пойду без тебя. Но, кстати, по поводу роботов и той техники, которую они там демонстрировали и пытались показать, какие они всемогутние, и у них оборонка ещё ого-го, то они же очень хвастались и тем, что они покажут трофейную технику, которую якобы они привезли из зоны так называемой СВО. Сегодня слушала Скобееву, она говорит, там должны быть леопарды, там должны быть другие машины Брэдли. Где леопарды? В Карганде, там же, где и Путин. Вот где Путин? Путин в бункере, а леопарды в воспалённом воображении генерала Коношенкова. Надо взять тогда скальпель, вскрыть черепную коробку генерала Коношенкова, и там мы обнаружим все миллионы леопардов, которые подбила российская артиллерия и авиация. Ну, кроме того, сегодня Шойгу сказал ещё новую цель СВО, так называемую. Он сказал, что нужно освободить всех российских военных, попавших в плен в СУ. То есть нужно было начать войну для того, чтобы много солдат попали в плен, а теперь их освобождать — это главная цель. Ну, это вообще, это просто пиар, опять же. Шойгу вообще любит пиариться, да. Вот мы знаем, что это министр, который вырос на пиаре. Он, кстати, этим пиаром сделал себе довольно хорошую имидж ещё во время Ельцинского управления, потому что он стал довольно популярным министром, и даже он некоторое время перебивал рейтинги самого Путина. Он был там на втором месте сразу после Путина, а иногда даже на первом месте. Я вам напомню, что когда были последние парламентские выборы в Российской Федерации, ну, так называемые выборы в сентябре 21-го года, то Шойгу входил в ведущую пятёрку от партии «Единая Россия», как человек, которого знают, у которого положительный и довольно значительный рейтинг. Кстати, председатель этой партии Медведев в эту пятёрку не входил и вообще не участвовал в предвыборной кампании. Это очень смешная штука, потому что председателям, как правило, выбирают самого популярного и самого значимого человека, а вот в партии «Единая Россия» у Путина выбирают самого значимого человека, которого даже нельзя потом выставить на выборы. Хочу ещё с вами поговорить о том, что Шойгу обратил внимание на то, что якобы российская армия не использует кассетные боеприпасы. Ну, снова мы можем рассчитывать, что это пиар, но самое интересное, что все знают, что это неправда. И даже российские военкоры, они писали о том, что кассетки российская армия использует с начала войны. Зачем он делает такое заявление? При этом вот действительно есть факты, подтверждённые, где в эфирах, где в своих телеграм-каналах они пишут о том, что они их используют на войне с самого начала. Ну, враньё Российской Федерации это просто совершенно обычная практика, потому что они врут всегда. Путин всегда врёт, Лавров врёт, Песков врёт, Захарова врёт. Все врут. И Ишайгу, естественно, врёт, и по этому поводу, конечно, потому что ведь они ведут такую кампанию, что они теперь обвиняют Украину в том, что Украина использует запрещенное оружие. Действительно, много стран европейских подписало конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов. Её не подписала ни Украина, ни Россия, ни США, которые поставили, кстати, такие боеприпасы. И отличие, самое главное, того, что происходит, это то, что Украина использует это вынужденно. И Соединённые Штаты Америки, кстати, объяснили, почему они поставляли такие боеприпасы, потому что они просто не могут физически удовлетворить потребности Украины в обычных боеприпасах, поэтому они компенсируют как бы кассетными боеприпасами эту нехватку. И в любом случае украинская сторона их использует по фронту, то есть против вооружённых солдат. И в этом смысле соблюдается, да, хотя сам боеприпас представляет из себя некую проблему потенциальную, но зато в смысле Женевских конвенций тут нет никакого нарушения, потому что идёт использование этого боеприпаса против армии противника. А в этом смысле нет никакого ограничения такого значимого. А российская сторона как раз использовала его в том числе и по мирным жителям, потому что мы помним, когда эти кассетные боеприпасы находились в мирных городах. И они, кстати, российские боеприпасы гораздо более опасны, чем американские, потому что в американских кассетных боеприпасах процент неразорвавшихся составляющих составляет всего от 1 до 2%, а в российских доходит до 40%. И поэтому потенциально вот эти неразорвавшиеся части, компоненты, они представляют очень большую опасность, особенно там, где есть мирные жители. Ну и плюс, кстати, доказательство, опять же, вранья этого Российской Федерации на этом же салоне, значит, армия 20-23, была представлена новая ракета, кстати, с кассетными боеприпасами, и российская сторона, надувая щёки, говорила, вот видите, у нас теперь новое оружие, более современное, более точное и более действенное. Ой, сколько у них уже того точного оружия. Мы видим, как в Украине они попадают своими ракетами в детские садики, школы, и вот это они называют точным оружием. Накануне Лукашенко встретился с Рогозиным, и тут вообще интересно, что это за встреча, почему он встречался именно с Рогозиным, кто он такой. Белорусские СМИ пишут, что российские политики, государственный деятель, но это что значит, что теперь белорусскому диктатору нет с кем проводить официальные встречи? Да, это очень странная встреча, и я, конечно, хотел бы с вами подробнее обсудить её, потому что пока что ответов у нас здесь никаких нет, у нас есть только какие-то версии. Во-первых, первая вещь, которую надо сказать, это совершенно ненормальная встреча, потому что Лукашенко, пусть, конечно, мы его считаем нелегитимным руководителем Беларуси, потому что мы все знаем, что в реальности он организовал сфальсифицированные выборы в августе 2020 года, то есть он, в общем, является нелегитимным главным государством, но тем не менее, формально он является главой государства. И глава государства встречается с человеком, который не является никем, вообще никем. Рогозин — это либо безработный, либо пенсионер, то есть это бывший вице-премьер, это бывший человек, который возглавлял Роскосмос, но Путин его уволил за профнепригодность ровно год тому назад, ну то есть в июле, даже чуть больше, чем год тому назад, в июле 2022 года, потому что Рогозин много лет обманывал Путина, говорил, что он готов ему построить сколько угодно сарматов, сколько угодно новых ракет-носителей, запустить огромную программу на Луну, все это было блефом, все это было враньем, и Путину надоело слышать это вранье, даже Путину надоело слышать это вранье. И он Рогозина уволил. И таким образом, вообще это странная встреча, потому что действующий глава государства, формальный, которым является Лукашенко, не должен встречаться с какими-то бомжами, с какими-то безработными, с какими-то людьми, которые вообще не занимают никаких должностей. Да, это с одной стороны. Но Лукашенко очень хорошо разбирается в этой в этикете государственном, он прекрасно знает, что значит, когда тебя кто встречает, он прекрасно понимает, что когда его принимает Си Цзиньпинь, это ему огромный, так сказать, кредит доверия, потому что аж целый Си Цзиньпинь, а с целого Китая, огромной страны, с огромным населением, принимает какого-то мелкого диктатора, который к тому же является нелегитимным руководителем своей страны. И вдруг он принимает этого самого Рогозина, зная, что Путин его уволил. То есть на самом деле это получается фронда. Это получается фронда Лукашенко против Путина. То есть вот как Эрдоган вонзал свои в спину Путину турецкие ятаганы с признанием кандидатуры Украины в НАТО, с признанием кандидатуры Швеции в НАТО, с отпусканием азовцев из плена раньше времени, с принятием президента Зеленского у себя на высшем уровне. Точно так же Лукашенко, принимая Рогозина, он, кстати, говорит, вы слышали вот даже ту фразу, которую вы процитировали в маленьком фрагменте, он ему говорит вот видите у вас такой огромный потенциал и вот как же это вот никто не использует ваш потенциал. То есть он наехал на Путина, говоря, что такого замечательного человека этот великий Путин выбросил в мусорную яму, а я вот теперь покопавшись нашел его в этой мусорной яме и значит очистил его от очисток от всяких нехороших вещей, но одел его в костюмчик и значит вывел его на свет Божий, чтобы показать язык этому самому великому ужасному Путину. Очень странная встреча и теперь мы значит вот я уже достал очередную коробку с попкорном и теперь я жду реакции Путина на это дело. А как Лукашенко действительно посмел вот так по сути плюнуть в лицо Путину? Он не боится? Ну вы знаете это кстати уже не первый раз Лукашенко вообще если вы переслушаете его там заявление в том числе кстати в лицо Путину там за последние года полтора-два то довольно часто он ему просто хамит просто в лицо хамит когда он ему говорит там вот там мы вообще непонятно за что воюет ну кстати вот по поводу армии он сказал непонятно за что воюет украинская российская армия да ну это был наед как бы и на украинскую сторону и на российскую в этом смысле с украинской стороны никаких претензий нет потому что украинцы знают за что они воюют они воюют за независимость своей страны за освобождение своей страны от захватчика и в этом смысле так сказать они даже не обратили внимания на этот мелкий укор но Путину-то Лукашенко тоже сказал что российская армия получается не зная за что она воюет в Украине то есть и таких заявлений у него там миллион и большая тележка а вот Лукашенко сказал что у них с Рогозиным есть общие идеи возможно они говорят какой-то сговор против Путина да я так думаю что на самом деле вот зная Рогозина у них скорее всего возникла идея организовать лунную колонию белорусскую на Луне вот с Россией у Рогозина не получилось он хотел туда вывезти чуть не половину населения России значит хотел колонизировать Луну начиналась эта программа аж с 2014 года вот Рогозина в итоге вся эта программа развалилась его уволили его сменщик Борисов вот буквально на прошлой неделе запустил таки Луну-25 значит с космодрома Восточный но надо тут отметить что запустил его со старым ракетоносителем советского производства очень старого производства Союз ну якобы модернизированный но все равно Союз хотя Рогозин говорил что должен был новый корабль который назывался конфедерация потом его не получилось значит должна была ангара его выводить и в итоге ни ангары ни федерации никакой не образовалось и вы вывели его старым-старым Союзом ну чуть-чуть модернизированным вот но это произошло без Рогозина и вот Рогозин значит наверное пришел к Лукашенко и сказал но все равно это моя же программа это вот они без меня вот там год спустя все-таки но мою программу запустили я вам напомню что это первый спутник Луна который запущен за последние 50 лет после запуска последнего советского спутника на Луну то есть на самом деле это очень старая программа о ней говорили кстати с начала 2000-х годов Путину вешали лапшу говорили что все будет хорошо все будет замечательно и судя по всему Рогозин нашел нового которым выступает Лукашенко и он теперь Лукашенко будет может быть продавать собственную космическую программу вы знаете они может быть там скажут вот Москва васюки значит ню васюки и будут строить может быть космодром теперь в Беларуси чтобы Беларусь стала космической державой и чтобы запускала свои спутники я вот не удивлюсь если Рогозин развел Лукашенко на вот такую программу какую-нибудь посмотрим посмотрим потому что очень мало новостей с этой встречи Беларусь будет принимать еще одного гостя днями это министр обороны Китая Ли Шэнфу он сегодня находится в России выступал принимал участие в Московской конференции по международной безопасности и вот планирует тоже приехать в Беларусь и как говорит посетить воинские части новостей тоже об этом мало но уже сегодня было известно он выступая сказал что Пекин готов усиливать работу в сфере безопасности в рамках ШОС и укреплять военное сотрудничество с Ираном и Беларусь Китай готов укреплять международное взаимодействие по контролю за вооружениями это вообще тревожный визит с одной стороны это тревожный визит безусловно потому что когда идет война Россия с Украиной и какая-то третья сторона причем не самая безопасная сторона большая военная держава Китай заинтересовалась вдруг какими-то военными делами и в России и в Беларуси то это безусловно нас должно напрягать но с другой стороны вы поговорили на самом деле ключевые ключевые вещи потому что вы произнесли слово ШОС из которого из этой организации Шанхайской организации сотрудничества Российская Федерация раньше была ее зачинщицей Российская Федерация Путинская хотела сделать из нее общий рынок и хотела сделать из нее свой НАТО свою НАТО свой общий рынок свою ЕС а в итоге получилось так что последнее последнее время последние два года в этой организации захватило первенство Китай захватил первенство и штаб-квартира кстати находится в Китае и сейчас когда в рамках именно этого сотрудничества Китай наращивает значит визиты и в Иран и в Беларусь это означает что он хочет просто все программы военные Белоруссии и Ираны переподчинить себе вместо Российской Федерации и в этом смысле это может быть для нас даже интересной и не самая плохая новость потому что ну представьте себе министр обороны там большой державы с которой кстати у Беларуси нет уж такого близкого близкого сотрудничества который говорит что я к вам еду чтобы инспектировать вашу армию таким образом он на самом деле унизил Беларусь он унизил Лукашенко он унизил Хренина и сказал что типа вот большой китайский инспектор приехал посмотреть ну а что у вас тут за армия такая ну на самом деле конечно он приехал посмотреть в том числе и на тактическое ядерное оружие которое Путин заявил о том что он его переместил в Беларусь Лукашенко подтвердил я так думаю что китайцы на самом деле захотят своими глазами убедиться что такое оружие действительно перемещено и будут требовать скорее всего от Лукашенко отчета по этому оружию потому что эта часть военных военных планов и Путина и Лукашенко очень сильно напрягает Китай ну да Китай изначально был против этого размещения сейчас если убедиться самостоятельно то могут ли они попросить Беларусь не знаю отказаться от хранения ядерного оружия и все-таки принудить Россию к тому чтобы его забрали оттуда да они могут это сделать причем в этом смысле есть у западного мира теперь довольно сильная позиция потому что поскольку Путин сделал это Соединенные Штаты Америки могут ответить зеркальной мерой они могут взять и разместить ядерное оружие на Тайване и что тогда Китаю останется говорить потому что так сказать если Путин позволяет себе в нарушение договора кстати о нераспространении ядерного оружия возвращать ядерное оружие в Беларусь то почему Соединенным Штатам запрещено будет разместить такое же ядерное оружие в Японии на Тайване я не знаю в Южной Корее или где-нибудь еще там где китайцы хотят надувать надувать щеки и считать себя главными державами то есть на самом деле это очень напряженный момент для Китая Китай стремился от Путина получить заверение в том что Путин откажется не только от использования ядерного оружия не только от его размещения где-то кроме Российской Федерации но даже от использования угрозы ядерного оружия потому что кстати по договору о нераспространении угроза применением ядерного оружия не ядерной державы которой является Украина является нарушением этого договора по которому Китай как одна из пяти ядерных держав признанных таковыми на уровне организации объединенных наций должен принять меры противодействия Российской Федерации я так думаю что конечно вот это будет одна из составляющих визита министра обороны в Беларуси в Российскую Федерацию Индия решила не приглашать Украину на саммит G20 который должен состояться 9-10 сентября в то же время Путин значится в списке участников в марте СМИ писали что Путин может приехать в Индию на саммит но однако это было до того как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест а вот президент Владимир Зеленский мы помним он принимал виртуальное участие в прошлом году в этом саммите и во время выступления он тогда представил свою формулу мира принимая во внимание встречу в Джиде которая недавно состоялась и там как раз и обсуждали формулу мира Зеленского дадут ли слово нашему президенту в этот раз ну вы знаете здесь обязанности такой у индийской стороны нет да потому что эта приглашающая сторона вообще решает кого она вне той двадцатки которая как бы ну по праву присутствует на этой встрече все остальные это просто приглашенные это гости и здесь полный полный выбор у приглашающей стороны и здесь Украина к сожалению не может ничего сделать то есть если Индия ее не пригласит то и не пригласит здесь ничего не сделаешь здесь ну можно только сожалеть об этом да но так сказать требовать того чтобы Индия каким-то образом дала возможность президенту Зеленскому высказаться нельзя это кстати уже не первый раз потому что были международные события на которых президенту Зеленскому хотелось бы принять участие выступить но когда ему не давали слова ну вплоть до того что вот допустим конкурс евровидения да где в общем Украина выиграла уже ведь конкурс евровидения да потом ей отказали в праве проведения этого конкурса на ее территории он проводился на территории другого государства в Швеции по-моему да но президенту Зеленскому не дали возможность выступить на хотя бы с обращением к участникам этого конкурса что было в общем не очень красиво потому что Украина таким образом лишили в общем права как бы по-настоящему провести этот песенный фестиваль ну то есть вот такие вещи бывают к сожалению здесь на двадцатке только можно сожалеть о том что это это не состоится а выступление Путина оно опасно для нас будет ли он презентовать это как зеркальный ответ этому саммиту который был в Джиде то есть вы тогда разговаривали без России а сейчас мы будем говорить без Украины да наверняка он попытается это сделать тем более что в Джиде был не саммит это было просто рабочие встречи потому что туда не приезжали руководителей государств это просто ну в общем такая подготовка каких-то потенциальных встреч на высшем уровне но на самом деле там было все на уровне советников или даже на уровне послов то есть на не очень не очень высоком высоком уровне вот и здесь конечно Путин отыграется возможно даже он попытается туда приехать может быть физически то что ему сейчас не удалось с саммитом БРИКС куда он явно побоится поехать и об этом уже сказали вот возможно он в Индию каким-то образом попытается приехать потому что в Индию он сможет прилететь потому что в Индию сможет прилететь через территорию Китая вот а Китай скорее всего даст ему возможность пролета через собственную территорию чтобы прилететь в Индию таким образом для самолета Путина это будет безопасный безопасный перелет и Индия скорее всего не будет принимать никаких шагов чтобы там ограничить его свободу но мы сейчас посмотрим приедет ли он в Турцию писали что он как бы уже на днях должен встретиться с Эрдоганом и посмотрим на действия Эрдогана хотя я напомню что Турция она не подписывала римский статут но все же это страна НАТО как никак да вот Турция это совсем другое дело потому что вот если Индия и Китай это все-таки страны не присоединившиеся которые условно поддерживают Российскую Федерацию то Турция страна НАТО Путин заявлял что он вообще воюет не с Украиной а воюет с НАТО и с Соединенными Штатами Америки то есть получается что он едет в страну в которой он сам объявлял о том что он находится в состоянии войны с этой страной то есть в этом смысле конечно очень смешная получается ситуация но Эрдоган кстати его подловил потому что Эрдоган его пригласил в Турцию поэтому кстати я не думаю что Эрдоган на самом деле попытается его там арестовать или как-то там задержать но я обратил внимание на прочтение вот допустим провокации с турецким судном которое состоялось два дня тому назад да потому что скорее всего я вернее не скорее всего но я не исключаю что Путин ищет отмазки чтобы не поехать к Эрдогану и таким образом спровоцировав такой инцидент с турецким судном он как бы толкает Эрдогана к тому чтобы сказать ну вот раз такая такая история раз напряжение какое-то в наших взаимоотношениях тогда значит отменяется эта встреча но чтобы это исходило от Эрдогана а не от Путина хочу еще напоследок поговорить о нашем любимом о Бавовне как мы говорим о украинской все чаще она происходит в Крыму и мы видели задымление на Крымском мосту в минувшие выходные и так называемые власти временно оккупированного Крыма инициируют ужесточение на федеральном уровне ответственности за распространение кадров работы военных объектов ПВО и результатов украинских ударов об этом сообщил коллаборант и так называемый глава Крыма Аксенов а он думает что их спасут такие меры? Ну на самом деле не будем здесь придираться до конца потому что украинская сторона кстати то же самое производит у себя на своей территории и украинская сторона постоянно обращается к украинцам не снимать на телефоны тогда когда идет борьба с российскими ракетами не выкладывать это в соцсети потому что такие 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 видеоматериалы позволяют противнику корректировать свои удары позволяют противнику делать делать выводы из того как действенно работает ПВО в Украине и в этом смысле конечно Россия делает абсолютно зеркальную зеркальную меру но и кстати довольно смешные кадры были когда вот человек который выложил видео в сети российские о том как бы и удары по Крымскому мосту в эти выходные его тут же арестовали прямо вот в плавках доставили в участок полицейский и там значит его допрашивали и сделали очень унизительное для него видео где значит его он такой человек с большим животом толстый очень некрасивое тело и его заставили значит голышом практически извиняться и говорить что он никогда больше такого не будет что это была его ошибка там и так далее вот но в принципе со стороны конечно властей захватнических эта мера вполне оправданная и украинская сторона тоже ее соблюдает но у нас вот например запрещены видеорегистраторы да вот если человек условно едет крымским мостом на машине но и у него работает этот видеорегистратор и он все зафиксировал то это будет считаться наказанием я думаю что да будет конечно потому что они понимаете ведь российские спецслужбы это огромный огромный монстр который пожирает самого себя то есть пожирает страну ему же надо отчитываться о том что они значит ловят украинских шпионов западных шпионов целыми днями и поэтому любые люди которые будут пойманы с такими с такими видео они конечно будут попадут в итоге в ФСБ и возможно против них возбудят какие-то даже уголовные дела разглашения военной тайны они знают даже о сотрудничестве с украинскими спецслужбами потому что мы видим как обвиняют подростков чуть не детей в Российской Федерации потому что им всем надо отчитываться а шпионов не напасешься на каждое управление в каждом субъекте Российской Федерации на каждый райотдел ФСБ которых там три тысячи штук и поэтому высасывают из пальцев ну а если есть такой регистратор то конечно это будет высосать гораздо проще мы понимаем что сейчас значит враня будет еще больше потому что сегодня тоже слушала пропагандистские телеканалы и они говорят а вот вспомните ситуацию с Новороссийском когда ударили дроны морские по судну и тогда крымские власти заявили что все нормально все хорошо но появилось видео как это судно уже отбуксировали к берегу ну то есть что они соврали о том что якобы все атаки были отбиты ну вы знаете вранье я еще удивляюсь что вас это еще удивляет потому что в Российской Федерации вранье это просто так сказать нормальное состояние для любых властей на местном уровне на региональном уровне на федеральном уровне где угодно все вплоть до Путина постоянно занимаются тем что врут и поэтому за вранье кстати в Российской Федерации не наказывают ну так люди же будут видеть это вранье ну те кто те кто смотрят наши передачи те кто смотрят Ютуб кстати довольно много народа смотрят Ютуб в том числе из Российской Федерации потому что я вот посмотрел по статистике своего канала у меня больше 50% моих зрителей это россияне вот несмотря на то что вроде бы там за ними там кто-то бегает их там отлавливают вот но тем не менее значит в Российской Федерации много довольно людей которые которым надоели Соловьев и Скобеева и которые хотят услышать что-то иное чем туфту которая их кормит с телевизионных каналов российских правильно пускай слушают нас пускай видят то что происходит в Украине что творит Путин и что вообще сейчас делается и куда их ведут эти путинские власти Сергей Олегович огромное вам спасибо за разговор спасибо за то что вы нашли время для нас я призываю наших зрителей поставьте пожалуйста свои лайки напишите комментарии не забывайте указывать откуда вы нам очень интересно Россия Украина и возможно другие страны потому что тоже много нас смотрят и за границей ну и буду очень благодарна если будете наши видео распространять для того чтобы больше людей его увидели всем спасибо за внимание и желаю хороших новостей до встречи до встречи